Соединенные Штаты уже открыто призывают другие страны поддержать их идею постановки предельной цены покупки российских энергоносителей, что сильно напугало инвесторов и привело к заметному росту цен на нефть. Сами страны Запада фактически ввели эмбарго на российские энергоносители. Следовательно, данная мера направлена уже на третьи страны. Но что не менее важно, так это то, что любая попытка регулирования цен автоматически приводит к дефициту того товара, который подпадает под данную меру. Именно угроза реального дефицита энергоносителей и подтолкнула цены на нефть вверх. И это только лишь за счет призывов. Если данное устремление стран Запада войдет в итоговый документ саммита G7, то цены продолжат активно расти. Что мы пока видим на графиках. Фьючерсы на нефть марки Brent укрепились в стоимости примерно на 6%. В качестве переменной опоры служит район значения 105 долларов за баррель. Относительно именно этого уровня и возникло сокращение объема коротких позиций. И на данный момент котировка уже приближается к району взаимодействия торговых сил между уровнями 113 и 115 долларов за баррель. Это может привести к замедлению восходящего цикла. Однако, как мы видим сейчас, цены все равно укрепляются выше обозначенного уровня. После того, как цены на золото поднялись до 1840 долларов за унцию, они резко пошли вниз. В итоге желтый металл подешевел более чем на 10 долларов до минимальных значений предыдущей недели. И по золоту также начинает вырисовываться коридор с границами от 1825 до 1840 долларов за унцию. На данный момент нет никаких новостей, которые бы напрямую повлияли на стоимость золота. Исходя из этого, можно предположить, что ближайшее время оно так и будет оставаться в данном диапазоне, двигаясь от одной границы к другой. И для того, чтобы нисходящий цикл был продолжен и привел к пробою основного уровня в 1800 долларов, котировке вначале необходимо удержаться ниже отметки в 1820 долларов на четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены и торговля во флете. Что касается российской валюты, рейтинговое агентство Moody's объявило о дефолте России по части внешних обязательств. Но рынок на это никак не отреагировал. По большому счету никакой реакции и быть не может, ведь для признания факта дефолта нужно, чтобы еще как минимум одно рейтинговое агентство подтвердило данное решение. Кроме того, совершенно очевидно, что подобный дефолт является исключительно искусственным, так как страны Запада попросту заблокировали все возможности для осуществления платежей по внешним обязательствам для Российской Федерации. В ответ Москва стала перечислять средства не в валюте, а в рублях. Все средства находятся на специальных счетах в национальном расчетном депозитарии, но Соединенные Штаты с Европейским Союзом фактически запретили своим финансовым институтам принимать выплаты в российской валюте. Получается, что страны Запада просто решили объявить дефолт России без каких-либо на то оснований. Кроме того, доля иностранных участников рынка на российском рынке просто микроскопически мало. Так что какого-либо бегства капитала из-за этого решения по сути не будет. Основными факторами укрепления российской валюты являются как продажа газа за рубли, так и крайне жесткая монетарная политика Банка России. Иными словами, никаких предпосылок пока для ослабления рубля нет. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи!